привет всем дорогие друзья итак последние изменения пока я был на работе наши работнички решили опять раундапом все попрыскать жена выбежала их остановить попыталась ну там был поляк он конечно по-датски ничего не понял но я надеюсь что хоть чуть-чуть он понял потому что он вот это все попрыскал полностью вот это все попрыскал там дальше цветы все полностью тоже попрыскал он как-то так вот здесь был но здесь видно что огород я думаю не нужно было объяснять что здесь прыскать не нужно вот там он все прыскал я сейчас точно не могу сказать что осталось живое что засохнет в общем через неделю вам сниму отчет и мы вместе увидим что они если они опять не попрыскали я и шефа собью деньги на семена на эту землю на всю и я больше в дании никогда в жизни ничего даже маленького цветочка не посажу это уже не прикольно вы не знали но я вам расскажу полностью всю мою все мои взаимоотношения и с землей в дании и покажу качество земли сейчас вам это будет очень интересно смотрите первый раз давайте будем идти туда там есть место я вам хочу показать кое-что сейчас у нас я посмотрю сколько времени и так сейчас у нас 8 часов и 10 минут уже вечер как видите солнышко красота эти солнце там в общем я да не очень люблю летом действительно круто когда все светло сейчас посмотрим может нет почты нету очень конечно круто когда ночью даже светло можно газету спокойно ночью даже читать сейчас я вас проведу там на место на одну очень интересные все увидите а пока я вам расскажу историю моих взаимоотношений с землей первый раз мне когда я снимала пол дома ну там она была абсолютно независима и там хозяйка старая баба мне говорит типа вот держи она мне дала пять метров земли приблизительно квадратных да взял типа говорит посади что хочешь типа я говорю хорошо я обязательно посажу и огурцы решил посадить что-то мне с огурцами не везет ну потому что в дании они все такие как шланги знаете там одна вода они на гидропонике растут они абсолютно без воды растут и они на вкус конечно как шлак ну в общем в чем история заключается я посадил огурчики прихожу на следующий день это баба дурная перекопала весь огород представляете у меня один куст огурцов только остался то есть я остался полностью без огурцов это был один год на следующий год когда я переехал сюда я посадил уже здесь огородик опять опять мне все уничтожили раундапом дак попрыскал все ничего не было вообще все полностью уничтожил на третий раз вот этот год уже третий раз получается на третий раз мне опять попрыскали я уже увижу есть и третий раз это меня начинает уже немного доставать я уже садить ничего больше не буду в этой стране это уже вообще не прикольно если честно каждый раз семена покупать ждешь это все и каждый раз они тебе все обламывают я уже думаю как специально знаете делают все чтобы ничего я не смог вырастить здесь и так земля хреновая знаете да конечно все вот уже почти прошли мы на это место сейчас я вам все покажу будет очень интересно вот здесь вас лакта это последнее видео здесь не мог свиньях и впереди впереди очень интересное место вот куча камня сейчас мы подойдем чтобы вы могли оценить здесь я не знаю правда за сколько лет это все они насобирали весь этот камень он из поля каждый год как я вам говорил фермер с рабочими фермер в тракторе едет и с обеих сторон рабочие идут и не собирают камни когда вспахивают землю камни каждый год поднимаются и даже если вы очень хорошо их соберете все на следующий год будет опять куча камней здесь камни такие вот нормальные вот вам масштаб рука моя того камня вообще не знаю как вытащили в общем ребята эти все камни я правда не знаю за сколько лет они собрали думаю лет за 10 наверное приблизительно точно сказать не могу мы спустимся сейчас в общем вот такая вот история друзья земля в дании просто паршивая и даже не дело в этом камне она в ней есть песок знаете но чернозем отвратительно если честно несмотря на то ну конечно они достойны уважения за то что они максимально все делают чтобы все это давало нормальный урожай вот дерьмо отходы все и так сейчас мы спустимся туда вниз я вам все покажу оценим качество еще раз не договорил это даже ну это основная проблема но не самое главное видите вот хорошо что есть здесь вот эти шланги видите это дренажные дренажные трубы сейчас фокус поймаем вот это шланг она вся в дырочках каждый год каждый год появляются все новые и новые места где эти шланги обычно забиваются или там где их не пролаживали вот такая вот голубая это из последних в общем очень высокий уровень воды в дании очень высокий уровень то есть метр вниз и там уже вода и что получается вот такие есть места там где ну ниже уровень просто земли понимаете это постоянно вот там я ездил из даком вот в тех деревьях видите там уже озеро небольшое очень высокий уровень воды и чтобы увеличить площадь посева они берут постоянно каждый год приезжают трактором вырывает допустим постоянно на полях есть такие рвы и они ниже уровня земли всегда я раньше работал на этой работе я вам расскажу об этом подробнее чем мы занимались они зарастали обычно травой и мы их косили штиль машинками там обычно воды было по пояс в общем для чего эти все рвы допустим вот там вот вода я объясню на примере да и представим что здесь вот ров этот идет нужно трактором прокопать полностью траншею вот так сюда и проложить эту дренажную шлангу или трубу неважно и зарыть все но это нужно сделать на таком уровне глубины чтобы и приблизительно чтобы наклон нормальный был чтобы вода оттуда сошла в дренажную систему а затем эти все мелкие речушки самодельные получается они попадают в большую реку и в море в конечном итоге ну в общем вот с такой вот проблемой каждый год они пытаются бороться вот такое земля давайте оценивать землю почему у меня такая идея пришла в голову вот смотрите у нас в украине сейчас ребята в венецкой области начали искупать землю в чем прикол по конституции каждому человеку по закону принадлежит два гектара земли их конечно безусловно очень трудно получить учитывая какая власть у нас и не важно что она меняется все равно конченые люди приходят то есть за отказ от двух гектаров земли вам платят 800 гривен это 400 гривен за гектар 400 гривен это 15 долларов за гектар да вот по этим ценам и они собирают собирают все в кучу они планируют насобирать это как приватизация в 90-е годы когда все заводы отжали олигархи вот поэтому появились олигархи сейчас появятся новые олигархи только земельные они тоже все по 800 гривен за 2 гектара каждому человеку за отказ соберут все эти гектары вместе и у правительства потому что они все в теме получат много много земли практически дешевой биткоину такие проценты даже не снились в криптовалюте на финансовых рынках таких процентов не будет как на земле украинской и вот возьмем плохую просто ужасную датскую землю понимаете один гектар этой земли стоит 20 тысяч евро то есть долларов 20 тысяч долларов я живу возле Германии возле Германии у нас считается это одна из лучшей земли в Дании 20 тысяч долларов за гектар и Украина там где земля ну не знаю в 10 раз точно лучше о кролики видите ребята видите плюс Дании здесь нету таких охотников как у нас которые набухаются и давайте шмалять просто ради того чтобы я не знаю свое эго как-то побаловать и наши дети которые живут в Украине они только в книгах видят и этих зайцев всех видите и оленей а я каждый день их вижу когда еду на работу постоянно олени вокруг зайцы видите раз два три четыре пять пять или шесть зайцев по колу гоняют класс конечно это природа ребята очень круто конечно ладно продолжаем видите вот это у них тусовка классная конечно круто круто ладно продолжим и вот друзья живем мы в такой стране ну вернее я там уже не живу там где гектар земли просто высшего класса стоит 15 долларов а в Дании 20 тысяч долларов и не нужно никакого и не нужно никаких рынков земли чтобы все это провернуть они все скупят у людей за бесценок понимаете жалко конечно страну свою да кажется что дальше уже некуда падать но есть друзья пословица купил одно дно получил второе в подарок может быть даже и третье так что падать есть куда всегда вот такой вот ролик был уже друзья пол девятого все зайцы на поле бегают легкий ветерок красота конечно классная люблю Данию я летом очень мне нравится это все много солнца ну а зимой наступает конечно мрак на работу выходишь темно приходишь с работы темно постоянно темно солнца не хватает так что нужно как-то попытаться набраться сил да вот весь камень друзья я не знаю сколько здесь конечно тон это же нужно было все руками представьте себе руками это все на вы собирать на полях это конечно тяжелейший труд я один раз собирал кажется что это прикольная работа знаете но когда целый день ты камни собираешь а шеф в тракторе ездит это вообще не весело друзья ладно спасибо за просмотр друзья подпишитесь на канал всего самого лучшего я успею люблю ну ну есть Продолжение следует...